Девчонки На Украине уже больше половины квартир находятся без отопления. Детские сады и школы перешли на дрова официально. Совсем скоро закончится уголь. В магазинах официально закончилась соль. Официальные сообщения из нескольких областей в самом деле это не шутки. Вот что значит человек порядочный и с совестью дружит. Ну-ка, Оленька, давай разбери на кусочки этих украинцев. А то же они врут вечно, мол, никакого фашизма в Украине нет. Татуировки ВСУ, которые говорят об отсутствии нацизма на Украине. Чё там, укропчики? Закусили-выкусили? Видали, какие наколочки у вашего пленного Мэйколы? Как на самом Украине говорят нацики. И ура, патриоты у экранов активно трясли кулачками, мол, кому какие доказательства еще нужны, как деды с фашизмом боремся. Ну а мы вам тем временем оригинал тех самых фотографий покажем. У полон до ЗСУ потрапил черговый представник так званої Другої армії світу. Фамилия ім'я отчества. Шаратов Руслан Равидович. Где службу проходил? Чевакова. Стопенгаген, это и чё ж получается? На фото вовсе не украинский военный, а российский чмоня? Ах, вы ж наши денацификаторы мамкины. То есть дело Мельчакова цветет и пахнет. Я нацист. Я нацист. Можно руку скинуть. Ну а теперь самое время к Скобеевой вернуться. Просто представьте, насколько у них сорваны тормоза, если такие примитивные фейки не стесняются постить даже лицо государственного канала «Россия». А потом она еще обижается, когда некоторые публичные люди в России о ней красиво и не очень хорошо отзываются. Ну он хихикал и предлагал зачем-то на Филиппа Киркорова, причем здесь Филипп Киркоров надеть колготки, убить меня, взять в руки мою голову, приехать на войну. И вот тогда люди будут в шоке и начнется перемирие. Оно будет объявлено. Ему кажется, что это страшно смешно. По моей информации, уже сразу несколько депутатских запросов были направлены и в прокуратуру Российской Федерации Краснова, и в Следственный комитет Бастрыкина. О, видали, как попердолила, ура, патриотку. Ну давай, обзывай уже этого Галкина, ну мы знаем, ну тебе ж хочется. Да и Бастрыкин после такого, очевидно, возбудится. В рамках, как ему, наверное, кажется, некого юмористического жанра, выступая в Израиле, предложил зачем-то, сам являясь гомосексуалистом, это ни для кого не секрет. Ну а что тут скажешь? Космический уровень дискуссии. Прям вот не зря ежегодно из российского бюджета тратится миллиарды рублей на настолько качественный контент. Наказать преступника, который призывает к расправе, к убийству за то, что у человека, у журналиста иная, отличная от его фашистской точки зрения, все непременно следуют. И обратите внимание, насколько однотипны истерики у топовых пропагандистов. Ну не нравятся вам Галкина? Ну окей, попробуйте задавить его аргументами. Но аргументы в путинской России давно не в тренде. Другое дело сексуальную ориентацию обидчика обсудить. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женятся на пожилой женщине и убеждают всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качество этого человека. И когда Марго первая выдала это позорище, почему-то подумалось, что хоть кто-нибудь ей подскажет, мол, Маргарита, ну ты ж чуток не на базаре, споры не дышь. Но нет, тишь, гладь да божья благодать. Более того, проходит время и ровно к такому же уровню дискуссии с Галкиным приходят и Скобеева, и Соловьев. Сам являясь гомосексуалистом, это ни для кого не секрет. Вот я всегда знал, что вот есть люди, а есть гниды. И я, конечно, считаю абсолютным гнидой Макса Галкина. Вот, ну, ну просто гнида. Галкин не гей. Он форменный пи***ст. То есть фамилии у чудаков разные, а уровень примерно один. И что самое поразительное, другие смотрят на топовых пропагандистов и думают, только мы чем хуже. В смысле, если Соловьеву и Скобеевой можно врать и угрозами сыпать, то почему другим нельзя? Вот видите, главное вот преподнести все правильно. Видите, говорит, ну мы же ради вас стараемся, понимаете? Ну вы же тупенькие. И вот уже на всю Россию звучит новая сенсация. Причем не от кого попала, а от цельного депутата Госдумы. Оказывается, никакого наступления на херсонском направлении у Украины вообще не было. Вообще, понимаете? А Россия просто ушла. Причем без потерь. Херсон у них не получился. Потому что в Херсоне войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника. По сути, без бой. И вот когда ты слышишь нечто подобное, ты начинаешь понимать, что Геббельс – это просто пацан вшивый на фоне этих титанов. Но ты бы, гениал-лейтенант, хоть бы в память о своих же погибших военных язык прикусил. Херсон у них не получился. А мы не поленимся напомнить, что херсонское направление – это не только сам Херсон. И как минимум половину правого берега Россия потеряла военным путем. И начиналось все с Высокополья, главного укрепрайона российской армии на тогда еще Криворожском направлении. На юге Украины ВСУ освободили поселок Высокополье. Это Херсонская область. Тот же Гурулев, кстати говоря, как раз о Высокополье, хорохворился, мол, наступление сил обороны Украины там провалилось, а Зеленскому, цитата, дали по соплям. Он везде проигрывает по себе направлению. Он пытался дернуться под Кривым Рогом, получил по соплям. Я извиняюсь по простому. А что, правильно так и есть, по соплям и получил? Да. Но прошло всего несколько недель, и украинская армия уже двигалась по освобожденному от российской армии Высокополью. После чего случился следующий прорыв. Сначала в направлении Дудчан, а потом и Давыдова-Брода. Просто напомним, как ныли российские военкоры в Тибире. Тяжелая ситуация на юге. Враг прорвал фронт на Херсонщине на 20 километров и продолжает давить. ВСУ захватывает территорию за территорией. Шевченковка, Любимовка, Золотая Балка, линия обороны сдвинулась в поселок Дудчаны. А теперь Гурулев говорит, что никто не погиб. Понимаете? И не краснеет же под лес. Хотя отлично знает, что его слушают родственники убитых в том районе солдат. А если бы в России была хоть какая-то журналистика, у него бы обязательно уточнили. А что же вы сбежали из города, который объявили своим, если не было потерь? Войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника. По сути, без боя не потеряв ни техники, ни личного состава. Но ответа, конечно же, не будет. Ведь тогда ж холопы и приуныть могут, и в армии разочароваться. Поэтому уже много лет вместо горькой правды россиян кормят отборной божьей росой. Так, чтобы сев на диван с дошираком в тарелочке, можно было расслабиться и помечтать. Всю жизнь мечтал посмотреть на барашков, которые пасутся на Олимпийских и Новозеландских лугах. Не склонусь. Придется теперь завоевывать в Новую Зеландию, чтобы посмотреть, значит, на барашков. Ну, если время будет. Ой, ну все, спасайся, кто может. Вся Новая Зеландия прячется под кровать, только чтобы не нарваться на таких силачей. Ну, а Киосаян, конечно, максимально жалкий в своих угрозах и халуйстве. Курс, который ведет, наверное, самый профессиональный, я именно об этой части говорю, самый взвешенный, самый ответственный лидер в мире. Осторожность с ответными шагами. С нашей стороны, со стороны президента Путина, она и вызвана этой гиперответственностью за судьбы уже не только страны, а планеты. Да и о чем вообще говорить? Ведь с таким титаном разве что Соловьев может потягаться. Придется теперь завоевывать в Новую Зеландию. Шольц сказал, что мы забыли историю. Все сказали, истории больше нет. Я вас освобождаю от химеры совести, повторил Шольц, знаменитую нацистскую формулировку. И Россия может задавать этот вопрос. Мы зададим этот вопрос, когда в Берлине будем находиться. Эти вопросы задают только победители. И ты слушаешь эти крики и визги и не веришь своим ушам. Какая Новая Зеландия, господи, какой Берлин. Вы Марьинку в километре от Донецка больше года взять не можете. Больше года, блин. При том, что Пушилин на границе Донецкой области обещал выйти за два дня. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. А вот это ваши сводки из Марьинки год назад. Напомнить, как вы людям по ушам катались? Войска ДНР прорвали оборону противников в Марьинке. Данная информация поступила из народной милиции ДНР утром 19 марта. В ближайшее время Марьинка будет полностью взята под контроль. Или Марьинку не могут, а вот Берлин-то легко. Так, что ли, получается? Хотя давайте угадаем, вы после визита Си Цзиньпина просто нафантазировали, что Китай вместе с вашими чмонями воевать будет? Спина к спине было сказано Си Цзиньпином. Вот эти три дня потрясли мир. Вот российско-китайские переговоры привели Америка в состояние шока. Они, конечно, не ждали такого уровня подписанных документов и такого уровня объявленного стратегического партнерства. Вообще, конечно, смотреть бесконечное шоу о визите китайского лидера в Москву без улыбки было невозможно. Кремле годами строили такую могучую и великую сверхдержаву, что сейчас чуть не лопнули от счастья, когда к ним приехал лидер действительно сильной страны. Десять с половиной часов, четыре с половиной часа личного общения, шесть часов официальных встреч. Это, конечно, беспрецедентно. То есть максимальное уважение оказано, максимальная, скажем, траектория дальнейших отношений на десятилетие задано. А в Украине и в США Си Цзиньпин вообще не позвонил. Заходились от счастья пропагандисты. В Киеве и Вашингтоне теперь очень ждут звонка Си Цзиньпина, а Китай все никак не отвечает. И ты смотришь на это все и думаешь, божечки, но что за детский сад? Позвонил, не позвонил. Ведь нормальные взрослые люди обычно чуток другого уровня аргументами оперируют. Например, можно было бы сказать о том, что именно страны НАТО, а вовсе не Россия, являются главным торговым партнером Китая. Объем торговли США и Китая достиг рекордных 690,59 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Россия же плетется где-то в хвосте первой десятки, уступая даже небольшому Сингапуру. Товары экспортируют в такие страны, как США 419 миллиардов, Япония 143 миллиарда, Республика Корея 111 миллиардов, Сингапур 55 миллиардов, Тайвань 55 миллиардов, Малайзия 52 миллиарда, Россия 50 миллиардов. Но поехали дальше. Думаем, не откроем большой секрет, если скажем, что весь китайский бизнес с ног до головы закредитован западными банками. И любые резкие шаги Китая приведут к пересыханию денежного краника. Отчего экономику Поднебесной конкретно затрясет? Вы думаете, почему официальный Пекин в свое время проглотил визит Нэнси Пелоси в Тайвань? Китайцы практически ничего не сделали. Был такой там показ со всех сторон силы с авианосцами, с самолетами и так далее. Так вот, в том числе и по этим причинам. И мы бы на месте россиян не особо надеялись на какой-то супер-мега-союз с Китаем. Ведь вполне очевидно, чем слабее Москва, тем выгоднее Пекину. И логика здесь очень простая. Китай хоть и говорит о мире. Не подливать масла в огонь украинского конфликта призвали власти Китая. МИД страны опубликовал предложение по урегулированию ситуации. 12 пунктов. И главный посыл. Мир должен приложить все усилия, чтобы боевые действия полностью прекратились, а Россия и Украина вернулись к прямому диалогу. Но по факту во многом именно он является одним из главных выгодополучателей этой войны. Как их именно, спросите вы? А очень просто. Чем дольше длится война, тем сильнее Россию загоняют санкциями. Путин уже лишил свою страну европейского рынка газа и угля. В итоге, чтобы хоть куда-то продавать сырье, его за копейки сбывают в Китай. Причем посмотрите, как россияне этим гордятся. Китай получает ресурсы, колоссальные ресурсы, и получает их по ценам гораздо ниже. И они будут ниже для него, чем для Запада. Это даст такой взлет вообще, с которым никакие Соединенные Штаты не справятся. Продавали в Европу газ более чем по тысяче долларов за кубометр. А теперь продают Китаю по 200. Но стало только лучше, правда? И вы, конечно, можете обманывать и себя, и людей до посинения, но рано или поздно придется столкнуться с болезненной реальностью. Реальностью, где из-за стратегических ошибок руководства Россия из серьезного игрока превратилась просто в дешевый сырьевой предаток. То есть речь не идет о равноправном союзничестве с официальным Пекином. И тем более, никто не будет за вас воевать. Ведь чем хуже будет России, тем больше выгоды получит Китай.